Владивосток В последние годы успели посетить сразу несколько именитых российских и иностранных спортсменов. Кто-то приезжал сюда со специальным мастер-классом, кто-то для общения, другие же и вовсе были в Приморской столице с деловыми предложениями. Практически все эти цели преследовал и наш очередной гость. Во Владивостоке побывал Виталий Минаков, непобежденный российский универсальный боец. Минаков прежде всего известен своими успехами в спортивном самбо. В этом виде спорта Виталий стал четырехкратным чемпионом мира. Причем подряд. С 2008 по 2011 годы его боялось все мировое сообщество самбо. Заслуженный мастер спорта в тяжелом весе чувствовал себя как рыба в воде. Однако уже в эти годы стал больше увлекаться буквально взорвавшимся тогда от популярности ММА. Виталий Минаков выступает в подобных боях уже более 8 лет. И что характерно, теперь уже бывшему самбисту принадлежит своеобразный рекорд. Он является единственным человеком из 115 тяжеловесов мира по версии популярного сообщества Fight Matrix, на счету которого нет ни одного поражения. Видимо, поэтому его приезд во Владивосток привлек сюда большую массу зрителей и спортсменов с самых разных уголков Приморья. Хотя началось общение с бойцом еще до самого мастер-класса. Ранним субботним утром в этот же день Минаков принял участие в массовой зарядке, в которой были также задействованы представители приморской власти и спорта. Уже позже эти же люди, включая еще несколько десятков зрителей и местных спортсменов, собрались в спорткомплексе «Олимпиец». И прежде чем рассказывать о своих личных секретах ММА, Минаков принял участие в награждении приморцев, чьи заслуги и чья работа прославляют наш регион в России и других уголках мира. Свои благодарности, награды и рукопожатия от мастера боевых единоборств получили тренеры, руководители федерации и победители различных соревнований. Кстати, мероприятие посетил и президент Союза ММА России Радмир Габдулин. Он, в свою очередь, совместно с директором Департамента физкультуры и спорта Жанном Кузнецовым также вручили спортивный инвентарь юным спортсменам специальной школы-интерната первого вида и Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И только после этого начался сам мастер-класс. Обязательная разминка, растяжка и бег. Любой профессионал скажет вам, что в этом 50% успеха будущего боя. Слушали и внимательно следили за прославленным чемпионом несколько сотен спортсменов со всего края. Среди них были как начинающие, так и опытные воспитанники федерации различных боевых единоборств. В любом фундаментальном воспитании спортсмена должны участвовать опытные преподаватели. И таким преподавателем является Виталий. Его приезд даст огромный толчок не только бойцам смешанного стиля, самбистам, дзюдоистам, но и вообще всем единоборцам, которые сегодня присутствуют здесь. Правила все стоят, особенно ударники, все стоят высоко. Но даже если кто-то пытается присесть, очень легко вывести из равняса человека, который не умеет бороться. Не надо задирать ноги вверх. Чем выше вы задерете, тем менее эффективность. То есть вот так вот зацеп не сделаешь. Его обязательно делается. Так как здесь были представители и ударных видов спорта, и различных видов борьбы, поэтому очень сложно было удовлетворить интерес всех ребят. Поэтому я выбрал несколько упражнений, приемов, которые одинаково эффективно применяются как в борьбе, так и в ударной технике. Ну, немного поработали, пообщались, пофотографировались. В целом очень здорово прошел сегодняшний день, очень здорово прошло общение с ребятами. Как бы то ни было, именно самбисты получили из этого мастер-класса много полезной информации. Упор на этот вид борьбы был куда больше. И не зря. Дело в том, что буквально во время вылета Минакова сюда Международный Олимпийский комитет объявил о своем исторически важном решении. Организация официально признала самбо олимпийским видом спорта. Вот такой подарок получила эта борьба на свое 80-летие. Теперь чемпионат мира для приморцев уже не будет этаким пределом мечтаний, а сама дисциплина станет куда престижнее. Это большой опыт от такого великого бойца. У нас потому что есть направление боевое самбо, и мы работаем над этим направлением, так как впереди Дальний Восток, мы поедем на Камчатку выступать, наш спортивный клуб поедет по боевому самбо, по спортивному самбо. И это как мастер-класс, частичка опыта передастся нам, и мы его покажем на Дальнем Востоке. Тем не менее, непобежденным Минаков считается именно в ММА. 21 победа, из которых 12 нокаутом. Поэтому местные любители этого боевого искусства не стеснялись задавать вопросы бойцу, а также спрашивать личного совета. Интересно было даже тем, кто и вовсе не собирается быть профессионалом. Я занимался гьюбоксингом с юности, а потом перешел в смешанные единоборства. Уже мне 31, многовато для спорта. Для себя поддерживаю форму, занимаюсь. Все довольны, подчеркивают свое мастерство, смотрят на таких знаменитых спортсменов. Это круто, это надо проводить. Виталий во Владивостоке далеко не в первый раз. Здесь он и боролся на знаменитом турнире Потапова, и даже какое-то время занимался в местном Олимпийском училище. А значит, и представлял краевую команду. Говорит, что даже спустя многие годы о приморском самбо все еще знают по всей России и даже за рубежом. Минаков пожелал напоследок приумножать победы, и главное, уделять нашему главному российскому виду спорта максимум внимания. Здесь самбо очень активно развивается, очень хорошие результаты. Это надо приумножать. Очень хорошие результаты в женском самбо, неплохие результаты в мужском самбо. Ваших борцов, приморских борцов знает вся Россия. И еще говорить, только последний чемпионат мира, ваши девчонки стали чемпионками мира некоторые. Поэтому я хотел бы пожелать это приумножать. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Необходимо приумножать те результаты. Пока есть результаты у ребят, нужно на этих ребятах растить молодое поколение, ставить их в пример. Чаще организовать подобные мастер-классы здесь для своих же ребят, чтобы взрослые, титулованные проводили подобные мероприятия для начинающих спортсменов. Это очень хорошо, когда есть возможность у начинающего парня пообщаться. Не просто посмотреть с телевизора, а пообщаться с живыми легендами, с чемпионами. В наше время, когда я тренировался, как только начинал, я в журналах только видел олимпийских чемпионов, даже не по телевизору. Поэтому я мечтал о том, чтобы пообщаться когда-то, увидеть таких людей. Ну и слава богу, у меня такая возможность была, но уже гораздо позже, нежели в юношеском возрасте. Встреча с чемпионом завершилась традиционным фотографированием, а все желающие смогли получить на память автограф. Сам же Минаков после этого провел подобное мероприятие в Артеме. После чего спортсмен отправился дальше готовиться к очередным вызовам по ММА. Ведь для него теперь главная задача – не испортить уникальную сухую статистику и суметь остаться непобежденным. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». «Вокруг спорта на восьмом» 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 Продолжение следует...